Дом, в котором рождаются семьи. 1 августа исполняется 50 лет со дня открытия Ивановского дворца бракосочетаний. За это время здесь было зарегистрировано более 135 тысяч браков. Только с 1967 года, когда ЗАГС переехал в особняк Ивана Бурылина, его справедливо начали называть дворцом бракосочетаний. До этого браки заключали в обычном кабинете, совсем не торжественно. Если говорить про тот день, когда открылся наш ЗАГС, дворец бракосочетаний, то отобрали 16 пар молодых людей и девушек. Все были одеты в черные костюмы, белые рубашки. Ну, в общем, как положено. И процедура была очень торжественная. Открывал ЗАГС секретарь Ивановского горкома ВЛКСМ. Он, кажется, до сих пор жив. Я его лично знал, Геннадий Петрович Толкачев. В числе этих молодых людей были Валентин Александрович и Галина Васильевна. 1 августа 67-го года они стали семьей Щепановых. Нам предложили вот это 1 августа. И видите, как совпало. С рождением дворца бракосочетаний и родилась наша семья. Просто нам повезло в том, что вот именно в этот день открывался дворец бракосочетаний в Иванове. А в ЗАГСе даже не стали регистрировать. Нет свободных мест. Вот вам только первого числа. Свадьба была скромной, без фаты и голубей. Сохранилась всего одна черно-белая фотография. Время показало, что не антураж – залог счастливой совместной жизни, а любовь и взаимоуважение. Совет, как жить долго и счастливо от золотых юбиляров, звучит просто. Будет все, у вас будут обиды, будет вообще неприятностей много, все. Но решение принимайте не вечером, а утром. Утром вы на все события, которые были вчера, вы посмотрите совершенно другими глазами. И вам уже не захочется ничего делать, то, что вы сделали. Вот это святое правило, оно во мне до сего времени. За эти 50 лет семья Щепановых значительно выросла. Двое детей, четверо внуков, полугодовалый правнук. И главный праздник для всех поколений, конечно, 1 августа – день рождения семьи. Каждый год все члены моей семьи, внуки, они очень активно устраивают нам праздник со стихами, с плясками, с песнями. В общем, праздник. Светы и бывают всегда, как обычно, да. И, конечно, дворец бракосочетаний не забывает своих первых молодоженов. Ведь ЗАГС – это не только марш Мендельсона и причал, от которого корабль семьи отправляется в плавание по океану жизни. У Ивановского дворца за эти годы сложились свои традиции и устои. До настоящего момента все традиции дворца до сих пор сохранились. То есть мы регулярно проводим торжественные мероприятия по именречению, естественно, в заявительном формате, по празднованию юбилеев супружеской жизни. Кто не был, тот будет, кто был, не забудет. Это еще и про ЗАГС. Сами себе сотрудники дворца бракосочетаний в этот день желают побольше клиентов и обращений к ним только по радостным поводам. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.